Здравствуйте! Сегодня мы находимся на очень необычном месте. Температура за бортом минус 8, но снега нет. Но мы готовимся к зиме, поэтому выкатили снегоуборочную технику на пляж. Песок, в принципе, сродни снегу, только несколько тяжелее. Поэтому хотелось бы поговорить о снегоуборочных машинах. Но начнем с самой простой, самой маленькой, самой бюджетной машинкой. Это фирма Патриот. Техника зарекомендовала себя очень хорошо. Все очень просто для бытового использования. Просто незаменимые машины. 5 скоростей вперед, 2 скорости назад. Все процессы выполняются вручную. И, в принципе, минимум рычагов. Перейдем к машинке, которая более серьезная, более существенная по своим размерам задачи. Мощность примерно та же самая. От немецкого производителя фирмы Герц. Имеется уже электрозапуск. То есть вы можете завернуть ее и за счет помощи стартера, и помощи с электричеством 220 вольт. Какие особенности у этой машинки? Здесь уже используется обслуживаемый редуктор. Он несколько больше, чем у предыдущей модельки. Примерно те же ширина захвата и так далее. Плюс, дополнительно, что здесь есть. Уже со стороны оператора имеется ручка, которой вы управляете желудом выброса снега. Плюс вы регулируете угол выброса снега. И, опять же, пять скоростей вперед, две скорости назад. Перейдем к машине более, так сказать, серьезной. Машина рассчитана на работу в тяжелых условиях. Двигатель уже у нее 8 лошадей. Имеется чугунный редуктор обслуживаемый. То есть, она может выполнить более тяжелые работы. Ширина захвата уже порядка 70 сантиметров. Какие еще интересные особенности у этой машины? Имеется вариатор. При переключении скоростей машина сама выполняет необходимые функции. Сейчас прибавлю скорость. Внимание! Включаем передачу. Поехали! Машина очень быстро и активно движется. Легкоуправляемая машинка. Может работать эта машина и с большими сугробами. Специальные ножи впереди подрезают снег. Он попадает в кожу и производится выброс. Дополнительная опция у этой машины. Органы управления вот этого желоба выброса вынесены сюда. И с помощью кнопок переключения можно регулировать. Также у этой машины имеется электрозапуск. И имеется фара для работы в ночное время. Так же как у предыдущей машинки. И перейдем наверное к последней машине. Производитель немецкой фирмы Герц. Она на гусеницах. Орган управления также вынесен на панель оператора. У этой машины уже кроме того что есть фара. Имеется еще опция. Это обогрев ручек. То есть работает зимой. Руки мерзнут. Но здесь рукоятки теплые. Все хорошо. Хотелось бы обратить внимание на конфигурацию гусениц у этой машины. Ведущее колесо здесь находится пластмассовым. Но внизу катки металлические. То есть для этой машины не страшны никакие препятствия. Ямы и ухабы. И так далее. И вот здесь вот находится блокировка колеса. Оттянули. Колесо уже не работает. Переставили. Колесо включается. Блокировка есть. Прибавляем скорость. Машина за счет того что имеет гусицы. Имеет лучшее сцепление с поверхностью. Поэтому ей не страшны всевозможные буйраки. Единственный может быть недостаток у этой машины для того, чтобы развернуться. Надо произвести отключение блокировочки. И машина тогда будет разворачиваться на месте с помощью одной гусеницы. Включили блокировку. Еще достоинство. Ковш у машины может быть приподнят над уровнем земли или опущен. Вот сейчас она находится в транспортировочном положении. То есть мы легко передвигаемся. Для уборки снега мы опускаем ковш, нажимая на эту педаль. Ну и посмотрим, как эта машина справится с песком. Вот почему мы выбрали работу на пляже, где можно показать работу снегоуборочной машины без снега. Песок тяжелее, чем снег. Поэтому, конечно, выброс производится не очень большой. Ну так, в принципе, данные машины выбрасывают снег до 15-18 метров. Да, машинке тяжело, особенно даже на гусеницах. Гусеница пробуксовывает маленько, но все равно тянут машину вперед и вверх. Смотрите, как гребет. Встречаем зиму и работаем с энтузиазмом!